Майовка 2014 прошла в необычном формате. Профсоюзные организации решили возобновить старую добрую традицию праздничного шествия по улицам города. На демонстрацию вышли представители 22 профсоюзных организаций «Металлурги», работники химической отрасли и бюджетных организаций «Строители» и железнодорожники с транспарантами, флажками и воздушными шарами с тройными рядами прошлись по главным улицам города. Ностальгия по прошлому, надо возрождать пример нашим детям, нашим внукам. И вообще радость не на огороды, а вот сюда. Раньше были гармошки, надо это привлекать сейчас. А потом просто, просто хотя бы и услышать то, что говорит начальство, вот такое воспоминание, радость, что все вместе мы, все работники, вот наше производство вообще, даже вот не на нему. Именно проведение демонстрации, считают профсоюзные лидеры Череповца, собрало в этом году рекордное количество участников праздника весны и труда – около пяти тысяч горожан. Люди пришли не ради того, чтобы выразить протесты, а показать свою силу и организованность. Дорогие друзья, мы живем в очень интересное время. Вот поверьте, были сомнения проводить митинг или организовать демонстрацию. Мы давно-давно не делали демонстрации. С советских времен, и мы не ошиблись. Мы рады, что вы поддержали нас, поддержали профсоюз, поддержали саму идею друг друга. Вот от этой поддержки очень многое зависит в нашей жизни. Такие мероприятия дают нам возможность еще раз осознать, что мы действительно солидарны, нас действительно много. И я думаю, что люди начинают внутри уверенность, что они не одни, что нас много. То есть мы действительно можем добиваться как можно больших и больших социальных льгот и гарантий для работников. И поддерживать то, что в настоящий момент есть. Первомайская акция профсоюзов в этом году прошла под лозунгом «Достойному труду справедливую зарплату». Это и другие требования профсоюзов по традиции были изложены в резолюцию, которая будет направлена во все органы власти. Мэр Череповца Юрий Кузин считает требования профсоюзов обоснованными. Он заверил собравшихся, что власти делают все возможное для того, чтобы условия для работы и жизни в городе улучшались с каждым годом. Я выражаю вам слова огромной благодарности за ваш труд, за то, что вы делаете на производствах, на предприятиях, на муниципальных предприятиях, в учреждениях. Ваш труд – это неоценимый вклад в основу нашего города, в ее экономический, социальный потенциал, в те условия, в которых мы живем. Мы работаем все вместе. Мы работаем на наше общее благо, благо горожан. Юрий Кузин также предложил расширить формат праздника, сделать демонстрацию и митинг общегородским событием. Закончилась маевка небольшим флешмобом от молодежи, которая показала. Ей тоже не безразлично, как живет город. Доброе утро, товарищи! С праздником весны труда!